У меня тут соседи со всех сторон устроили ремонт, я дождался момента, когда ближние перфораторы не работают, слышно только дальних, и попробуем записать. Значит, мы остановились на том моменте, когда мы настроили с вами DNS-сервер, и у нас есть зона прямого просмотра и обратного просмотра, и DNS-сервер отвечает на запросы. Сейчас мы с вами настроим простенький DHCP-сервер, а на следующем занятии уже объединим DHCP и DNS в такую единую структуру. Снимок я проверять не буду, я думаю, я загрузился правильно с того момента, как мы настроили с вами зоны. Давайте теперь устанавливать DHCP-сервер. Значит, раньше этот пакет назывался DHCP-3-сервер, в последних версиях Ubuntu он у нас называется, сейчас покажу, ICS-DHCP-сервер. В принципе, он всегда был ICS-DHCP-сервер, просто пакет назывался по-другому. Я к чему это говорю, когда вы будете это делать, он может быть снова уже по-другому называется, вам нужно будет просто при помощи apt-cache поискать пакеты, которые связаны с DHCP. То есть пишите apt-cache-search-dhcp и смотрите, какие там из пакетов выбираете DHCP-сервер. Не сразу машина увидела интернет, но вот увидела прекрасно, а ICS-DHCP-сервер установился. Значит, у него есть файл конфигурации. Все, что нам нужно, это настроить этот файл конфигурации, и у нас будет с вами настроенный DHCP-сервер. DHCP-demon.com. Вот здесь вот лежит его файл конфигурации. Тут, в принципе, все понятно, все написано, расписано. Сделаем с вами базовые настройки. Значит, верхняя строчка – это режим взаимодействия с DNS-серверами. Пока еще мы не будем настраивать взаимодействие с DNS-сервером, пусть просто раздает айпишники, никакую информацию никуда не записывает, поэтому у нас останется режим нам до следующего занятия. Далее, нам нужно сказать, что этот север является авторитетным для этой зоны. По умолчанию у нас этот параметр отсутствует. То есть мы должны написать авторитатив. К слову, тут нужно очень внимательно следить за отпечатками. Тут будет хоть одна отпечатка, не загрузится. DHCP-сервер надо будет читать влоги, смотреть, из-за чего он не загрузился, долго возиться. Значит, авторитетный сервер – это значит, что сервер отвечает за данную зону, и он может сам вручную обрывать аренду и выдавать заново аренду IP-адресов. Если сервер не является авторитетным, он этого делать не может. Соответственно, если админ, который не очень сильно разбирается в DHCP-сервере, установит себе этот пакет, он не сможет рассылать по сети ложные пакеты. Они называются DHCP-нак. Есть такое сообщение, которое DHCP-сервер посылает клиенту, если клиент использует неподходящий IP-шник или занятый другим компьютером. Так вот, если у вас в сети будут конфликсующие DHCP-сервера, то у вас не авторитетный не будет приниматься во внимание, и все будет в порядке. То есть, по умолчанию, у нас эта опция отключена. Если вы действительно настраиваете единственный DHCP для своей локальной сети, не забудьте вписать опцию авторитетную. Тогда DHCP-сервер будет работать корректно. Я вам давайте даже ссылку, наверное, брошу, что такое DHCP-нак сообщение в описании к видео. Дальше, давайте посмотрим, нижнюю строчку я сразу до log-facility прокрутил, это куда будет записываться лог. Тут может быть куча параметров, вы можете посмотреть мануал по DHCP-конфу, он подробный есть. Тут может быть запись сообщений в FTP, пара этих по почту, в Syslog и так далее. Мы сейчас указываем здесь Local 7. Мы не дошли еще до введения логов в наших уроках по LP. Что значит Local 7? Есть несколько таких локалей, от 0 до 8. Это, по сути, класс сообщений или раздел системного журнала Syslog. То есть сейчас у нас, когда будут происходить какие-то события, относящиеся к DHCP-серверу, они будут записываться в системный журнал, в журнал Syslog, но будут помечены как Local 7. И мы потом их сможем найти по этому классу. Мы же пойдем с вами еще дальше, мы просто настроим Syslog так, чтобы он записывал эти сообщения по DHCP относительно этой Local 7 в отдельный файл журнала. Так, что нам здесь дальше нужно сделать? Нам нужно настроить сети. Значит, у нас здесь есть с вами уже готовые сети. Вот они у нас здесь настроены по умолчанию. Какая-то зона для всех сетей. Видите, например, написано для всех сетей. Настройки имени домена, доменных серверов и так далее. Я думаю, мы сделаем одну только зону и для этой зоны все в ней укажем. То есть вот это вот, я думаю, закомментировать. У нас не будет с вами здесь ничего написано. Решетка, решетка. Это параметры по умолчанию тоже для всех зон. Сколько время аренды, сколько максимальное время аренды, оно указывается в секундах. Здесь, конечно, коротенькое время. Подходит оно для каких-нибудь ноутбуков, еще для каких-нибудь клиентов, которые у вас могут появляться и исчезать в вашей локальной сети. Мы с вами сделаем отдельную зону сейчас. К слову сказать, вы можете в DHCP сервере настроить сразу несколько зон. И тогда у вас DHCP сервер будет обслуживать запросы в нескольких подсетях. Это все интересно настраивается. На Windows это сделать попроще, чем в Linux. Но мы так далеко, опять же, пока еще не заходим. У нас только старт. Поэтому мы просто настраиваем простой DHCP сервер, который создает только одну зону. Будет выдавать альпичники только в одном диапазоне. И нам нужно с вами создать сейчас эту зону. Я пишу subnet под сеть 192 168 00 с маской 255 255 255 0. Я не объясняю, что такое маска под сети. Если вам непонятно, спросите меня в комментариях, я вам ссылку брошу. Вообще это параметр, который показывает, где у нас заканчивается адрес сети и начинается адрес компьютера. Тут мы указываем диапазон, в котором мы хотим выдавать IP-адреса в нашей локальной сети. Например, со 192 168 0101 до 192 168 0199. Значит, Windows и сервера DHCP-шные позволяют нам еще указывать исключения. Например, вы знаете, что у вас есть какой-нибудь IP-шник 0150, 0160, на котором болтается какой-нибудь сетевой принтер или какое-нибудь оборудование, которое давно-давно настроено. И вы можете исключить его из-за раздачи IP-адресов DHCP. Там есть прям параметры такие. В Linux-ом, вот в этом пакете DHCP-север, нет такого параметра исключить. Вы можете просто разбить ранг на несколько адресов. Например, вы можете сказать, вот ранж от 0101 до, там, не знаю, 149. Я опять забыл, что у меня нету много. И следующий ранг сделать от 151 до 199. То есть, таким образом разбивать вот этот вот диапазон IP-шников, исключая из них те, которые вы хотели изначально исключить. Просто делать несколько диапазонов. Дальше. Option. Опции пошли. Domain Name. Имя, домены. То есть, у нас DHCP-сервер умеет выдавать не только IP-адреса, он выдает еще кучу сетевых параметров. Имя, домены, маршрутизатор, сервер времени, DNS, все что угодно. Он, TFTP-сервер, то есть DHCP-сервер умеет выдавать очень много параметров при запросе у него адреса. LabLocal у нас называется наша сеть. Далее. Выдадим Option. Domain Name Servers. У нас с вами один DNS, это его мы здесь должны указать. 122.168.01. Он будет выдаваться. Далее. Option. Рутер с маршрутизатором. Те шлюзы, через которые мы выходим в интернет, ну и вообще маршрутизируемся. Другие подсети. 122.168. Ну, я укажу какой-нибудь абсолютно не существующий в нашей локальной сети. Мы не настраивали никакой маршрутизатор. Мы здесь можем его указать. Давайте его самого и укажем. На нем нету ни IP-таблс, ни прокси, ничего. То есть, он не сможет ничего маршрутизировать. Ну, опция пусть будет. Иначе, если он будет выдавать IP-адреса машинам Windows, если машина Windows не получает адрес шлюза, она начинает сходить с ума, не понимает, что это за сеть, и нервничает. И, ну, эту опцию указывать не обязательно. Давайте укажем. Option. Широковещательный адрес. Адрес, на который можно отправлять сообщения, чтобы они отправлялись всем получателям в этом диапазоне. Broadcast. Адрес. Широковещательный адрес сети. Это последний у нас адрес нашей сети. Обычно. 0, 2, 5, 5. Поэтому нельзя, к слову, назначать этот адрес какой-нибудь машине, потому что пакеты, отправленные на этой машине, будут отправляться автоматически всем. Ну, и можно, наверное, закрыть фигурную скобку. То есть, вот так вот выглядит у нас настройка зоны. Простенький. Несколько строчек. Любая опечатка порушит работу DHCP-сервера. Если вы хотите, чтобы у вас DHCP-сервер каким-нибудь машинам выдавал IP-адреса постоянно, то есть сделать, как это в видовом DHCP-сервере называется, резервирование, то можно взять и добавить выданный IP-адрес к резервированию. Тогда машина с указанным MAC-адресом будет всегда получать один и тот же IP-адрес. Тут тоже можно так задрезервировать. Пишется это команда host, ну не команда, а параметр host. Потом им компьютера, например, не знаю, файл-сервер какой-нибудь у вас есть, фигурная скобка, и пишите hardware-ethernet, то есть MAC-адрес так обозначается, hardware-ethernet, какой-нибудь там 08, 0227, не знаю, я какой-нибудь придумываю MAC-адрес 1cf5, не знаю, df. Я обычно как делаю? Я, давайте, честно, напишу фигст. Этому MAC-адресу всегда адрес назначать вот такой вот IP-шник. 192, 168, 0, не знаю, 134, точка запятой, и закрываю фигурную скобку. Я обычно включаю везде автоматические IP-шники в локальной сети, если я заново вот так вот разворачиваю DHCP-сервер, дожидаюсь, когда все компьютеры, все устройства получат IP-адреса, затем захожу в файл, который содержит все эти аренды, мы сейчас его с вами посмотрим, и уже из этого файла беру и резервирую файл конфигурации, определенные вот такие вот резервы. MAC-адрес, IP-шник, то есть если я хочу, чтобы у меня сетевой принтер получал один и тот же IP-шник, это бывает удобно, какие-нибудь компьютеры, которым есть доступ по удаленке извне, я тоже хочу, чтобы у них были все время статические IP-адреса. Вместо того, чтобы ходить по ним и вручную вбивать, я один раз запускаю вот так вот, выдачу аренды, и затем просто превращаю вот эти вот аренды в резервирование вот таким вот образом. То есть у меня всегда будут получать они такой IP-шник. Это еще удобно тем, что я теперь могу вот здесь вот наверху, если мне понадобится, изменить, не знаю, имя сети, маршрутизатор, DNS, кучу дополнительных параметров, и все эти новые параметры будут проброшены на все компьютеры, даже на зарезервированные, но при этом зарезервированные будут иметь тот же самый IP-шник. А все остальные параметры будут меняться. Это опять же удобно, чем вы потом будете в случае изменений каких-то ходить по тем машинам, где вы вручную вбили, и будете опять вручную все это перезаписывать. То есть DHCP-сервер я рекомендую ставить вообще во всех организациях. Так, я думаю, нам этого достаточно. Глянем, может там внизу еще что-то было. Local Facility, Local. Нет, тут примеры того, как можно сети создавать, назначать, все понятно. Сохраняю этот файл. И есть еще один параметр, который нам важен, потому что у нас 200-вые карточки, он смотрит и в нашу сеть, и в интернет, и поэтому теоретически он может у нас отвечать на запросы получения IP-адресов из интернета. Чтобы этого избежать, нам нужно с вами отредактировать еще один файл. ETC.Default.ICS.DHCP-сервер. И здесь по умолчанию вид стоит пусто. Нужно ему сказать, по какой сетевой карточке прослушивать запросы. Я помню, что это Ethernet 0, и мы сейчас с вами еще раз проверим. Ethernet 0 я написал. О, Sk Tank.ZZ. И в конфиг глянем, действительно ли у меня Ethernet 0 смотрит локальную сеть. То вдруг я путаю. Да, Ethernet 0, вы видите, смотрит локальную сеть, поэтому он будет прослушивать запросы только из локальной сети. Далее. У нас логи будут вестись именно в SIS логи, и будет тяжело в нем разбираться. Для того, чтобы мы отдельным файлом смотрели все логи DHCP-сервера, нам нужно с вами добавить файл конфигурации демона журналов, строчку, superuser.do, любимым текстовым редактором, rsyslog.conf. И в этом файле нам нужно, ну, наверное, лучше в конце где-нибудь указать, давайте я добавлю сюда строчку, еще одну пустую, local, я люблю пустые добавлять в конце, потому что некоторые логи и параметры конфигурации требуют этого делать, я не помню никогда какие, local7, то есть те события, которые помечены в системном журнале как метка local7, отправлять их в файл var.log.ghcp, давайте demon.log, вот так вот, skzz. и теперь нам нужно этот файл еще создать, попробуем superuser.do, touch var.log.ghcpd.log, создали мы этот файл, по-хорошему нам нужно с вами посмотреть права на этот файл и посмотреть, может ли demon туда что-то писать, это так по-человечески надо сделать, но мне кажется, он и так будет туда записывать, если не будет записывать, тогда потом будем ввозиться с правами на этот файл, superuser.do, сервис, нам нужно теперь внести, ну для внесения изменений файл конфигурации DHCP его перезагрузить, сервис, сначала syslog, рестартуем, syslog restart, давайте сразу посмотрим статус, были ли ошибки, статус, все прекрасно, и demon.dhcp тоже нам нужно рестартануть, demon.dhcp у нас называется ICS, как пакет называется, так же ICS называется, рестарт, и посмотрим его статус, были ли ошибки, пит файл он не смог создать, permission denied, это кстати часто встречается ошибка, не уверен, то, что она нам будет мешать, потому что служба вроде бы работает, давайте сейчас заведем машину под управлением Windows, посмотрим, выдался ли IP-адрес, и будем от этого плясать. Вот я завел Windows 8, Windows 8 меня сразу спрашивает, что делать с какой-то новой сетью, нажму я да, пусть делает это с рабочей сетью, глянем, какие параметры у нас, Ethernet, сведения, я получил 0101, я получил сведения, то, что это lablocal, я получил шлюз, я получил DNS сервер, то есть все прекрасно, DHCP сервер работает. Давайте глянем, как это все выглядит у нас на Linux, вот он мой Linux, мы можем посмотреть с вами здесь адреса аренды, для этого нам нужен файл, я катом его открою, var.lib.dhcp, и здесь должен быть файлик dhcp.lizos, аренды. И вижу, вот у нас появилась здесь аренда, видите, машина с именем, здесь должен быть вот внизу клиент hostname win8, получил IP адрес 0101, и видно, когда у меня началась эта аренда, когда эта аренда закончится, когда будет следующая привязка, предыдущая, какой MAC адрес и так далее. То есть, в принципе, вот здесь мы видим все наши аренды. И давайте заодно попробуем, глянем, как наш там var.log.dhcp.log, он записал в него что-нибудь или нет, где он у меня там был. Попробуем, хатом его глянем. Не записал. Ну, значит, с логами надо будет разбираться, потому что здесь должны были быть логи по DHCP серверу, скорее всего, у него не хватило прав. Разберемся на следующем занятии. Итак, простой пакет по DHCP серверу мы установили, настроили, указали адрес, диапазон адресов, какие параметры выдавать, и проверили то, что у нас DHCP сервер спокойно работает и выдает адреса в аренду. У нас осталась задача разобраться, что у него с логами происходит, и научить DHCP сервера добавлять информацию о выданных адресах в зоны DNS, чтобы он не просто выдавал машине IP-шник, но еще у нас на DNS сервере появлялась об этом информация. Тогда у нас будет достойная связка DHCP и DNS. Это мы будем делать с вами на следующем уроке.